Когда кем быть, ты твёрдо знаешь с 8 лет. У нас не было никаких космонавтов, ни пожарников. Он хотел быть только врачом. А призвание – это спасение жизни. Он всегда лучше в том, что он делает. От простой хирургии до сложной операции без разреза. Мы с коллегами прооперировали пациента 1130 грамм. А вне операционной – заядлый рыбак и охотник. Двое суток ты этого зверя ждёшь, а он умнее тебя, он туда не пришёл. И счастливый отец двоих детей. Где такие литеры ты бачил, а? В русских, кто так пишет? Врач по зубу сердца Павел Черноглас. В проекте агентства теленовостей «Наши». Смотрите прямо сейчас. У меня дед был врач. Он был военный врач. Он деморализовался в звании подполковника медслужбы. Он прошёл всю войну. Он прошёл финскую войну, прошёл Великую Отечественную войну. Закончил войну в Вене. То есть, он не дошёл до перерыва не потому, что он не дошёл, а потому, что его группировка войска становилась именно в Вене. Я понимаю, как я помню сейчас это. Павел однажды пришёл из школы и сказал, я буду врачом. Всё. И с тех пор у нас не было никаких космонавтов, ни пожарников. Он хотел быть только врачом, и вот он и стал врачом. Для меня самое яркое до сих пор воспоминание из детства, из общения с дедом, это помимо его неугомонной энергии. Он постоянно катался на коньках, ходил на лыжах, где-то чем-то всё время занимался, пока позволяло здоровье. Оно позволяло ему очень долго, слава богу. Это его рассказы про войну и, в особенности, про его врачебные истории. Он кавалер двух орденов Красной Звезды. И среди против, ну, один из них, он за оборону госпитал. Помимо этого он рассказывал, как он выполнял операции, как он сшивал ткани, как он обрабатывал раны, как он, я, говорит, понимаешь, мне привезли раненого, я обработал ткани, я их между собой сопоставил и сшил. И моё воспоминание из детства, что это почему-то был тёмно-чёрный бархат, ткань, и почему-то он сшивал тёмно-чёрный бархат. Вот мне уже сколько лет, и я с вами в медицине, я понимаю, что такое ткань теперь, но тогда я думал бархат. Честно говоря, я даже и не знала, что у него будет медаль. Я никогда не проверяла в школе у него уроков, и никогда я над ним не сидела, он всё делал сам. И вдруг выясняется уже дело к выпускному, что у него медаль, какая медаль. Но вот четвёрка, выскочила четвёрка, и всё. Ну и серебряная. Набор предметов для поступления медицинских всегда сложный. Физика, химия, биология, язык. И это было в последней особенности год, это было углубленное занятие по всем. Трём в особенности дисциплины, ну уже язык, белорусский язык, я принципиально готовился сам. Где такие литры ты башу, а? Какие? Ну такие. Ну, не ворусский. Ворусский, кто так пишет? Ну так, доброе всё. Я учился в Италии, и это опять же желание и везение. Я уже тогда работал в РНПЦК и радиологии, врачом-индусклерным хирургом, кем я сейчас работаю. Это был колоссальный для меня год, по многим причинам. Во-первых, я тогда страстно влюбился в свою специальную. И год я работал в очень хорошей клинике, университетская клиника, с огромным количеством процедур, с огромным уровнем, с очень высоким уровнем. И я очень многое оттуда забрал. Я самое главное забрал для себя то, от чего и куда надо идти, вот это, наверное. А уже вернувшись домой, к счастью, у нас раз и создались эти условия. И мы стали развивать эту специальность уже здесь. Он перфекционист. Он всегда стремится к поставленной цели. Он всегда изучает всё со всех сторон. Глубоко, полно. И он всегда лучше в том, что он делает. Это называется рентген-эндоваскулярная хирургия. Когда-то, когда мы начинали вместе все, такого названия даже в Беларуси не было. И у меня одна из первых записей в трудовой книжке, когда я уже начал работать именно в этой специальности, называлась рентгенолог. И я вам скажу честно, когда министерство приняло решение о введении этой специальности и законило её, когда я писал заявление в ООН на отпуск или какую-то ещё официальную бумагу, у меня на столе лежала бумажка, я оттуда списывал, потому что запомнить нормальщику невозможно. Папа хороший, я им горжусь, он спас уже многим людям и детям жизнь. Самая суть этой специальности в том, что это исправление дефектов, это устранение сужений сосудов, патологических образований без большой хирургии. То есть не выполняет пациенту разрез. Весь необходимый инструментарий, всё, что случилось, мы вводим через проколы в сосудах. Большинство наших процедур у взрослых пациентов сейчас проводятся вовсе под местной анестезией. Более того, уже сейчас мы в Беларуси выполняем такую процедуру, как протезирование аорты, эндопротезирование аорты под местной анестезией. Без разреза и без наркоза. Спасённых жизней и людей, жизнью которых он помог жить качественнее, жить дольше, это сотни. Я очень помню свою первую операцию в Италии, когда мне позволили сделать, потому что тогда, понимаете, это было очень важно. Что тебе доверили, тебя признали. Там это очень сложно. Там шаг следующий, шаг пациента ты должен заслужить. Они должны понять, что ты можешь это сделать. Шаг дальше они должны доверять тебе, потому что это их ответственность, а ты же вообще иностранец. И когда я впервые сделал там хуже стенсирование сосудов сердца, ну, это было такое ощущение пьянящее на самом деле. Потому что, ну, ты для себя понимаешь, что вот это твой какой-то успех, тебя там признают уже. А ещё надо знать итальянцев. Они очень импульсивные, очень эмоциональные. Тогда доктор, который меня это разрешил делать, и помогал там, скажем так, капо, то есть главный на тот момент был. Он сказал, кому-то что-то сказал по-итальянски. И я смотрю, через пару минут возвращается. У них нет, понимаете, санитарка. У них есть такой помощник с подносом, на котором какая-то кока-кола, какие-то пирожные, что-то ещё. Я говорю, что это, что это? А по лимере катальда, он говорит, мы празднуем твою первую операцию. Прямо вот здесь. Ну, как кока-колу и всё прочее. Это было очень трогательно, очень приятно, и до сих пор это помню. Лечит деток маленьких. Рассказывает часто, что очень там маленькие дети, а у них же, ну, у человека примерно с кулак сердца, так что там вообще очень маленькие. Показывают иногда, как дома, как он это всё проводит. Ну, не на нас, естественно. Но, допустим, вот один раз показывал узлы, как завязывает самозавязывающийся у нас. Электричество отключили, всем было ничего делать, и папа решил нам показать. Офлободиться от работы, ну, врачебная работа, мне кажется, вот это и проблема наша, что освободиться от неё практически нереально. Всё равно ты всё равно в мыслях, возвращаясь к тому, что у тебя было, сложно оставить её за порогом дома. У нас это очень часто так, что ты, придя домой, вроде с семьёй, выводя из дома, а ты прокручиваешь, прокручиваешь, прокручиваешь день. Бывают, и это я не вру, опять же, ситуация, ты уже лёг спать, потом открыл глаза, так, а это всё, а там всё было безупречно? Ты сделал всё так, как надо? Перепроверил, перепроверил, ты, причём, знаешь, что пациент там всё хорошо, перепроверил, перепроверил, ну, и говоришь, что пора лечь спать. Уверенность, надёжность в себе, это у него всё есть. Больше спокойствия в отношении к тому, даже не к тому, что он делает, а чтобы это спокойствие было в нём, чтобы он не так переживал за дело, которое зависит не только от него. Он трудолюбивый и просто хочет добиться своих целей, поэтому идёт к нему. Сейчас основная моя специализатор – это, конечно, педиатрия. Работаю сейчас в детском хирургическом центре, в организации детской хирургии. Но у меня огромный уже теперь такой багаж и взрослой хирургии. Так вышло, что я много лет проработал и сейчас продолжаю работать и со взрослыми пациентами. На данный момент это, конечно, основное, это дети. Чувство ответственности удивительное. Он ответственность, чувство долга. Он знал, понимал, что он должен всё сделать хорошо. Он и делал хорошо. Мы с коллегами прооперировали пациента 1130 грамм. Это в нашей истории совершенно очевидно самый маловестный пациент, ребёночек. И мы, честно говоря, посмотрели западную литературу, англоязычную литературу. Близко к этому мы не гонимся за рекордами. Но оперировать такого маленького ребёнка – это очень сложно. Он работает не один, он работает в команде. Соответственно, он переживает не только за свою часть работы, но и за остальную команду. Достижение огромного коллектива, я имею в виду нашего центра, центра, которым я сейчас работаю, потому что вот эта вот командность работы, о которой говорила жена моя, это не всегда понятно, кто у тебя фронт, кто у тебя тыл. Это крайне слаженная история. То есть это безупречная работа логической команды, которые должны учитывать вообще всё – и температуру, и внешнюю, и внутреннюю, и дозировать препараты с совершеннейшей скрупулёзностью, и следить за любым отклонением в показателях пациента. Это медицинские сёстры, то есть те, которые помогают тебе операться. Они должны быть безупречны, они должны чётко понимать ход процедуры, должны понимать чётко, что, когда тебе подать, потому что у тебя не есть времени или возможности сказать так. Ну, то есть это должно быть быстро и понятно. Это безупречная работа твоего ассистента, который понимает тебя иногда по жесту, иногда по движению руки, иногда по слову, иногда по полуслову. Ну, вот тогда это всё получается. Папа – ведущая рабочая звена в нашей семье. Он много работает. Он у нас, как я уже говорила, на передовой всего, естественно. Он добытчик, он охотник. Я люблю охоту. Это определённое хобби, которое появилось мне не очень давно, уже около пяти лет. Я очень много выслушал негатива, что мы охотники-убийцы, что мы убиваем ради прихоти. Что мне говорят? Тебе, что нечего есть? Да есть, что у меня есть. Ну, представьте, ты двое суток, сутки, ты вообще вне времени, вне событий, вне происходящего. Ты где-то в лесу, ты грязнющий, в обнимку с какими-то собаками, в какой-то трясущейся машине, в которой едешь через грязь, в какое-то болото. Потом сам эту же машину оттуда выкапываешь, вытягиваешь, потом куда ты идёшь, ты кого-то выслеживаешь, потом двое суток ты этого зверя ждёшь, а он умнее тебя, он туда не пришёл. Вот, и ты едешь домой, просто, ну, для меня это отдых, да, отключение. Маленький Павел, зарядку по утрам делать, естественно, не хотел. Вот, вообще, сам по себе, он был очень самостоятельный и ответственный. Вот, учиться его никогда не заставляла, никогда не проверяя уроков. А вот зарядку он как-то вот не очень хотел. Ну, пришлось мне завести тетрадь, записывать там все упражнения, которые положены. Вот. И каждое утро мы с ним стояли, у нас тут светская стенка была, и мы делали зарядку. 10 подтягиваний Павел у меня делал. Я очень люблю велосипед. И у меня уже не первый. Первый уже сношен, восстановленный, отдан дочери. Сейчас следующая модель. Вот. Как только появляется возможность, как только открываются дороги, я стараюсь при возможности. То есть, мое любимое утро на выходных – это рано встать, пока семья еще мило сопит по кроваткам, и дунуть вот сюда, в лес, там, впускай в бездорожье куда угодно, и потоптать там на велике несколько часов. Потом вернуть сюда. Я обожаю застать их еще не вставшими, любимые уже встающими. Они все такие лениные, сонные. Папа такой молодец, уже сжег там неимоверное количество калорий, чувствует себя замечательно, морда румяная и красная. Вот это кайфное утро, я правда очень люблю. Какой мужик не рыбачит? Рыбалка, опять тоже, это не сама цель, да? То есть, я не фанатичный рыбак, который так, вот 15 минут, достану с багажника удочку, в той луже порыбачу, ну, просто порыбачу, или там, я готов собраться там на 5 суток с палатками, уйти там, и рыбачить, 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 и привезти много-много рыбы, нет. Но опять же, для меня это возможность быть вне и выключаться несколько, да? Классно было, чтобы лить лед. Вот, ты мне не будешь всего понапрелось. Нет, на рыбалку мы вместе не ходим, я боюсь червяков. Поэтому, ну, совместное времяпровождение мы ходим всей семьей, играем в квесты, это наше последнее такое развлечение. Гуляем всей семьей, что мы еще делаем всей семьей. Катаемся вместе, едем на соревнования шины, это тоже теперь у нас такие развлечения семейные. Они приходящие, вот она наша приходящая питомка. Она у нас прибилась в прошлом году, ее где-то подобрали соседи, она была еще совсем крошечная, такая маленькая, с ладошкой была. Вот, в дом ее мы брать не стали, потому что, ну, есть аллергическая история и прочее. Вот, ну, поскольку она никогда не собиралась деваться, решила жить с нами, мы собрудили такой домик небольшой. Он утепленный, с шерстью, ну, со шкурой внутри и утепленный переплителем, как полагается, он теплый. И иногда, когда устану, задаюсь вопрос, что же, где же силы? Ну, понимаете, давайте говорить честно, есть какая-то определенная амбиция, да, что ты хочешь это делать, ты хочешь достигать, ты хочешь прогрессировать, делать что-то более сложное, что-то более уникальное. А что бы я делал, если бы я этого не делал? Мне надо была ситуация, у меня воспалился сустав, рабочей руки, я не мог оперировать, и мне было очень неспокойно, пока я не справился с ним, потому что, не то, что я совсем не умею ничего другого делать, но я этому так много учился и так много потратил на это своего времени, желания, что это грустно. Поэтому силы в желании, силы в жизни, именно так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова